Православная Церковь отмечает день Собора Праведников, жития которых связаны с нашим краем, начиная от святителя Алексия, предсказавшего основание великого города, и давного мучеников и исповедников, прославленных в лике святых уже в 21 веке. Торжества прошли в храме в честь самарских святых, а после состоялся крестный ход к памятнику жертвам политических репрессий. Олег Зверев тоже прошел этот путь. Этот день теперь отмечен в православном календаре как Собор Самарских Святых. Главное место торжеств – храм, который построен в их честь. Божественную литургию здесь совершил митрополит Самарский Сызранский Сергий. Дата скорее скорбная, чем праздничная. На аналойной иконе святитель Алексий, которого в Самаре считают ангелом-хранителем города, а вместе с ним подвижники 20 века. Один из них, Василий Витевский, был расстрелян в 30-е годы. Сегодня, почти в память, пришел внук священномученика. В основном он прострадал за веру. И, собственно говоря, вот расстрелян был, одно условие выставлялось – откажись официально от веры в Бога, и тебе будет даровано жизнь. Он не пошел на этот шаг. Из всех прославленных в русской церкви подвижников, эти наиболее близкие к нам. Житие каждого из них так или иначе связано с Самарским краем. На иконе их 20, но на самом деле значительно больше. И не случайно храм в честь собора самарских святых построен здесь, где в 30-е годы было расстрельное место. И тысячи самарцев приняли мученическую смерть за Христа. И каждый рассказывает свою историю. У кого-то репрессировали отца, кто-то остался сиротой из-за того, что расстреляли всех родственников. Но большинство из них предпочли отдать жизнь, но не отреклись от веры отцов. Все люди, которые пострадали из-за веры, годы репресс в 20 веке, они являются небесными нашими покровителями, мучениками. Сон мучеников в 20 веке украсил божественный небосклон. И мы молимся и считаем их своими родными по духу. Этот крестный ход словно повторяет путь, которым шли на казни новомученики и исповедники 20 века. Конечная точка – памятник жертвам политических репрессий, который установлен в парке Гагарина, там, где было обнаружено массовое захоронение расстрелянных. Терновый венец из колючей проволоки – как символ целой эпохи. 60 тысяч жителей Самарской области пронесли его через лихолетие. А их потомки пришли сегодня просить прощения и молитвы о возрождении Святой Руси. И чтобы революционные потрясения в жизни страны больше не повторялись. Олег Зверев, Александр Дудко, Новости губернии.